Всем привет! Сегодня 23 марта, мы в городе Клерманд. Вы можете наблюдать трафик. Он легкий, особых сложностей на дороге нет, потому что не все вышли на работу. Закрыты у нас кафе, закрыты у нас рестораны. Вот проезжали рыбный ресторан, он закрыт. Я не вижу таблички на телефонный сервис. Может быть тоже закрыт. Мы посетили медицинское учреждение сегодня два раза для теста. Тест прошли. Медперсонал без особых мер предосторожности принимает нас только на входе. Женщина спросила у нас, есть ли у нас температура, кашляем мы или чихаем. И путешествовали мы за границу. Все. Мы прошли этот опрос и прошли внутрь. Дальше мы помыли руки при входе. И когда уходили, мы тоже помыли руки, потому что мы люди порядочные. Об этом нам никто не напоминал. Но мы чувствуем, что так надо делать. И внутри... Почему? Напоминали один раз. Один раз напоминали, но уже поздно. После первого теста. Внутри, в помещении люди стараются сидеть друг от друга подальше. И один только человек надел маску, да? Да. Девушка пришла в бандане на лице. Девушка пришла в бандане на лице. Это хорошая идея носить бандану, потому что масок уже нет, их нигде не купишь. Но в медицинском учреждении написано такое объявление, что маски, они выдают по запросу. Если вам хочется иметь маску, пожалуйста, надевайте. Ну, интересно у нас отношение к людям в масках, да? Кажется, хочется от них подальше, именно от тех, кто в масках. Хочется их сторониться. Потому что известно, что маска предотвращает распространение заболевания, а не защищает так сильно. Вот. Ну и какие новости у нас еще? Сейчас мы едем в аптеку, потому что нам позвонили из аптеки. И я предполагаю и надеюсь, в общем-то, это входило в мою плану, самому позвонить кто-то и попросить пакет лекарств на следующий месяц или там на какой-то период. Я надеюсь, что клиника закроется, и они будут работать по телефону и видеоканалам. Эта практика здесь очень хорошо работает. Встреча с врачом по телеканалу. Кстати, у нас на 31 марта встреча с нашим доктором, но мы не можем пойти. Я думаю, что мы уже не пойдем туда. И надеюсь, что нужно будет как-то поговорить с доктором, медперсоналом по телефону. И состоять у лекарств, ну и если что-то нужно будет, то будем применять все меры предосторожности, да? Креновидение, скафандр, банданы, перчатки и все такое. В машине есть у нас перчатки, потому что, ну это уже полезные советы. Когда вы в магазине рассчитываетесь, вам приходится набирать код на дисплее, и вы пальчиками трогаете то, что трогали перед вами тысячи людей. Вам это надо? Вам это не надо. Надевайте перчатки. Вот эти вот все салфетки протирать, телеги и прочее. Это такая вещь очень серьезная, но все-таки перчатки лучше защитить. И свои салфетки в машине обязательно есть. Да, у нас их свои салфетки есть, но вот еще и перчатки теперь. Полиция стоит. Очень много полиции на дорогах, потому что, естественно, люди нервничают. И я вижу, что некоторые бешено гоняют, куда-то мчатся, кто-то сходит с катушек. Полиция патрулирует дороги, следят за порядком. И еще что у нас сегодня произошло, это было, можно сказать, хокма. Мы подъезжаем к центру, к кардиоваскулер-центру. И все, полный шок. Две пожарные машины. Мы объезжаем вокруг, все люди на улице, весь персонал на улице. Пациенты тоже на улице стоят. И ничего хорошего в голову не приходит. Нам скорее пришло в голову то, что они эвакуируют пациента с коронавирусом через крышу. Такое нам пришло в голову, потому что мы увидели, что одна из пожарных машин стоит там, ну, трап на крышу протянут. Да, да, крыша. Лестница. И мы объехали по кругу, посмотрели на них. Припарговались там в соседнем каком-то офисе. Посмотрели на них еще. Мне запретила мама вести съемку. Если нам кто-то не запрещает, так мама запрещает вести съемку. Картина была, конечно, животрепещущая. Все эти мигалки, все эти врачи и медперсонал на улице. Красивое зрелище довольно. А вот мужчина один, обслуживающий между госпиталью на Гольфкарте, за нами приехал. Мы, конечно, перетрухали, думали, что этот мужчина уже нас арестовывать будет и запрещать съемку. Остановилась, я спросила у него, что он знает про эти дела. Он говорит, нет, я не знаю, что там такое. Я говорю, может быть, учебная? Он говорит, ну, вряд ли учебная, если уже пожарные задействованы. И тогда, значит, я поехала обратно, спросила у девочек, у сестричек на дороге, что же это такое. Ну, медперсонал. Они говорят, у нас что-то запахло в здании. Сильно дымом. И вот мы вызвали пожарных, они там проверяют. Обследуют. Да, но вы говорите, если у вас есть сегодня назначено на обследование, вы не уходите, не уходите, все, в общем-то, в порядке будет. Ну, мы так и сделали, подождали минут, наверное, 10, да, мы подождали. Да, где-то 10. Мы свернулись, уехали, ну, понятно, что там не было ничего такого страшного, и дальше мы прошли этот фейс-контроль, нам спросили, где мы были за границей, и есть ли у нас температура кашель, и дальше мы прошли. Ну, то есть, нет никаких сверхмер, все спокойно, в Клермонте все спокойно. Ну, это немного очень народу. По статистике у нас уже есть больные, 6 человек, это новости, но это не в городе, это Лейкаунти, то есть, вся область озерная, она уже насчитывает 6 больных. Хуже дела обстоят в Майами. Та область, где Майами и Вастпалмбич, у них в Майами около 300, приближается 276 случаев заражения. И дальше Вастпалмбич, ну, это все продолжение Майами. Там другая ситуация, там 76 зараженных. Вот, мы въехали в деревню, ну, в смысле, как, чем дальше от города, тем выше цены на горючее. Цены на горючее в Клермонте, а они сейчас 1,91. Цены на горючее вот в этой местности, Громланди, уже 2,05. И это просто потому, что отдаленность от центра, видите, чем дальше, тем богаче ты должен быть. Но еще это объясняется тем, что эта дорога дальнобойная, здесь идут большие грузы, и поэтому здесь и дизель, и бензин, конечно, соответствуют рынку, спросу соответствуют. Ну, 2,05 же меньше, чем 2,19. 2,05 меньше, чем 2,19, но 2,19 было, наверное, неделю назад, а сейчас везде 1,95 и 1,91 в Клермонте. Поехали, да, это уточняю. Ну, сейчас посмотрим, какая цена в BP. Вот, в BP даже еще на 1 цент выше затрали, 2,06 в BP. Вот такой у нас BP есть тут на дороге. Ну, это объясняется тем, что, я говорю, идут все-таки большие грузы здесь, и они нуждаются в топливе, и заплатят последнее, чтобы добраться куда-нибудь. Ну, здесь помягче с полицией здесь. Вообще трафик тоже очень легкий. Сейчас посмотрим, что нам скажут в нашей клинике. Оправдаются ли мои предположения или нет. Ну, вот, рассказывай, зашла я, не зашла я в клинику. В клинику уже не зайдешь. Молодцы, я ими горжусь. А, сейчас я вам покажу, как там происходит все, если удастся это показать. Это аптека, да, здесь? Это аптека. Ага, окей. А эта женщина нам говорит, что...